В плюс 35 градусов жители села Ганьба вынуждены выживать, как придется. Все ТСЖ, нас пять улиц, мы остались без воды. От слова совсем. Вода из крана не шла совсем. Мылись после часа, стирались четыре, техника вообще не включается, не хватает ни газ, не включается, чтобы горячая вода была. В общем, воды не было. По словам жильцов, причина отключения воды – конфликт с председателем ТСЖ земляне, который длится уже не первый месяц. И в группе председатель призывал оплатить долги и говорил о том, что как только задолженность будет погашена, сразу у нас появится вода. Он говорил, что ограничить в воде нас уже давно. И в итоге пришло время, когда он просто, мы остались все без воды. Представляете, мы на 4 часа утра заводишь будильник, идешь и набираешь просто, чтобы на следующий день хоть что-то попить. Как только заговорили вопрос о прокуратуре, вода у нас сразу же пошла. И всем хватает. И на данный момент у нас очень хороший напор. По словам председателя ТСЖ, причина отключения воды техническая. У нас вступила жара, все же стали поливать забор. То есть она даже скважины не успевала набрать в водонапорной башне. Вот и причина была. Сейчас все восстановилось. Я второй насос не мог подключать, потому что он был резервным. Я его переставил в другую, в нормальную рабочую скважину. Все заработало, теперь работают два насоса. Стоимость работ, по словам мужчины, составила 57 тысяч рублей. Пришлось потратиться. Хотя общая задолженность и так более полмиллиона рублей. Кстати, конфликт касается не только задолженностей, но и других вопросов. Мои коллеги уже освещали процесс этой холодной войны. Так, в феврале ситуация дошла до суда. Была попытка исключения из ТСЖ улицы Вишневой. На общем собрании наш председатель Руденко Геннадий Дмитриевич по исключению улицы Вишневой. Это чудовищный, причем без их согласия, без их согласия, ущемляя их права. Сам Геннадий Дмитриевич комментарий давать отказался. И распихав всех жалующихся, пытался уйти от съемочной группы. Что у вас за конфликт с улицей Вишневой? Это не мое решение, это решение общее собрание ТСЖ. Общее собрание выгоняет улицу Вишневой? Она не выгоняет никого. Так а что там на общее собрание решено? Что за слово такое выгоняет, если вы такой, этот самый умный? Ну вы хотите отсоединить улицу Вишневой от ТСЖ, правильно? Или как? Иск не удовлетворили. Однако, по словам председателя, водонапорной башни не хватает на пять улиц. Изначально при строительстве башни в 1995 году средствами трех улиц она была рассчитана на определенное количество потребителей. Членские взносы составляли порядка 800 тысяч рублей. Затем построили еще две улицы – Вишневую и Рябиновую. Они заплатили около 300 тысяч рублей. Поэтому членами ТСЖ не являются. Хочу сделать акцент на том, что скважина, которая была пробурена в 2015 году, она была сделана как раз на деньги улицы Вишневой и Рябиновой. А сейчас эти две улицы даже в устав председатель вносить не хочет. Говорит, что мы не являемся членами ТСЖ. В свою очередь, часть жителей хочет сменить председателя. И даже предпринимались попытки. Сейчас у ТСЖ очень много должников. Люди готовы оплатить долги. Они это открыто говорят, но будут платить только тогда, когда Руденко сдаст свои полномочия. Он говорит, что вы не дождетесь. И была фраза о том, что да и ладно, не платите, на зарплату мне хватает. Начинаем, когда говорить, что нужно провести ревизионную комиссию. Всю жизнь в нашем ТСЖ было. Каждый год у нас ревизионная комиссия работала. Здесь он не дает никаких документов. Он не подпускает к работе ревизионную комиссию. То есть мы делаем выводы, что там есть что скрывать. Исчезли деньги куда-то у нас. Были целевые всякие были деньги. Их нет денег. И теперь он требует с нас вот эти взносы. Да мы готовы платить эти взносы. Мы будем платить хоть сколько. Ну, дело, когда хороший человек будет, когда нормальный человек, умный человек. Председатель утверждает, целевые взносы были переданы в научно-городскую администрацию, которая должна была обеспечить две присоединенные улицы инженерной инфраструктурой. Кстати, был подан и удовлетворен соответствующий иск. Наверное, вам доложили, что меня переизбрали. Ну, переизбрали, не члены ТСЖ переизбрали, а переизбрали жители, собственники, вот тех двух улиц. Ну, ради бога. Ну, вот спрашивают, все спрашивают, какие проблемы-то. Мы вам вот даем воду. Заключайте с нами договора. Цены ни выше, ни ниже. Так же, как и члены ТСЖ платят. Ну, организуйте вы свое ТСЖ и живите. Ну, они же этого не делают. Председатель, псевдо-председатель создал очаг социального напряжения в этом поселке, что должно караться законом. Однообразные ответы, называемые отписками у жителей села, лежат пачками, утверждают они. Однако ВОЗ и ныне там. Администрация Барнаула посоветовала перевести инфраструктуру в муниципальную собственность на обслуживание специальной организации. Но председатель против. Это личная собственность. То есть, это собственность наших вот этих трех улицах жителей. И просто так передать туда невозможно. Надо 100% голосов жителей, чтобы они согласились. Есть ряд технических трудностей. Диаметр труб не совпадает. Нужно прокладывать новые. Да и не все жители с этим согласны. Итог. Каждая сторона продолжает отстаивать свою правду. Однако конфликт у землян продолжает нарастать. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.